Россия в 17 веке уже не та, что Россия в 16 столетии. 17 век в России, с точки зрения историка, он начинается не в 1600 году, а начинается он, скорее всего, в 1613 году, когда завершился процесс смуты избранием нового царя Михаила Романова на Земском соборе. И это означало уже некоторую стабильность, некоторое наведение, так сказать, элементарного порядка. Борисов Николай Сергеевич, доктор исторических наук, профессор, заведующий кафедрой истории России, до начала 19 века, исторического факультета Московского государственного университета имени Ломоносова. Первые усилия нового правительства, правительства Романовых и его, так сказать, окружения, были сосредоточены на том, чтобы просто добиться признания. Признания в соседних государствах, в Речи Посполитой, в Швеции и в других странах. Столбовский мир означал компромисс определенный, но это был необходимый для России компромисс. То же самое и второй мирный договор. Это Диулинский мир 1618 года, который для России, конечно, был тяжелым, но во всяком случае это был мир. Польские войска уходили из России. И вот 617-618 годы, вот это уже окончательное завершение проблем, связанных со смутным временем. Начинается уже созидательная работа правительства, как мы говорим, первых Романовых, то есть Михаила Федоровича и Алексея Михайловича. Здесь, прежде всего, была, конечно, проблема наведения порядка, потому что по стране двигались разного рода банды, шайки, тот же Лисовский. И большой роль, кстати, сыграл здесь князь Дмитрий Михайлович Пожарский, который был назначен главой разбойного приказа. И он действовал как своего рода спецназ. То есть он подобрал себе лучших воинов, создал небольшой, но мобильный отряд. И он занимался тем, что он вылавливал вот этих вот бандитов, так сказать, иностранного происхождения, или казаков, которые тоже пограбить всегда готовы были. Ну и наводил порядок. Но, в конце концов, ясно было, что в любой момент может повториться вторжение. Поэтому для Михаила Романова проблема армии стояла. Нужно было заново фактически формировать постоянную стабильную российскую армию. Но нужно было учитывать уроки смуты. А уроки смуты для российской армии состояли в том, что армия эта уже устарела. Наша армия формировалась в основном из дворянского ополчения. А что такое дворянское ополчение? Это толпа вооруженных людей, которые тянутся за какими-то двумя или тремя флагами, и которые практически неуправляемы. Да, они идут в бой, но они идут толпой. В то время как в Европе уже, во-первых, конницы вообще отходят на второй план. В связи с развитием огнестрельного оружия идет на первый план ружье. Хорошо подготовленный мушкет, который ставится в шеренге воинов. И эта шеренга дает залп. У нас этого всего не было. Нужно было это все внедрять. Так вот, для того, чтобы нам создать такую же армию, начинается огромная работа по созданию полков иноземного строя. Их так и называют историки полки иноземного строя. То есть регулярная армия, дворянское ополчение, оно же только летом работало. А зимой они все разъезжались по своим поместьям. Значит, нужно было, во-первых, армия, которая работает и находится на службе и зимой, и летом, постоянно тренируется. Да. Ну, а кроме того, полки иноземного строя должны были строиться по европейским образцам. Поэтому нанимали офицеров, даже солдат нанимали. Полностью комплектовали несколько полков русских из нанятых за рубежом солдат, чтобы они показали нашим солдатам, нашим стрельцам, как передвигается регулярная армия, потому что она передвигалась уже колоннами, она имела другой офицерский состав по принципу управления, так сказать. Ну, тут нужна была действительно глубокая реформа. И вот эта военная реформа требовала больших денег, потому что полки иноземного строя, в отличие от дворянского ополчения, они были на содержании государства. Дворян содержали поместья, крестьяне, которые им все давали. А здесь уже должно было государство. Но государство – это прежде всего доходы, казна, финансы. И вот проблема армии была тесно связана с проблемой финансов. Нужны были деньги, нужна была полная казна. Казна была пуста. В смутное время все, что можно было, все было разграблено. И вот начинается тяжелая работа. Сначала Михаил Романов, потом Алексей Михайлович. Работа, которая сводилась в сущности к чему? К пополнению казны. Как это делалось? Ну, я бы сказал так, что было три основных метода пополнения казны у первых Романовых. Первый метод – это традиционный рост налогов. Рост налогов населения. Ну, например, знаменитый налог был введен в 1614 году, так называемая «пятая деньга». То есть 20% от доходов купцов, горожан, тех, у кого вообще были какие-то деньги, 20% от доходов отдать в казну. И так объявлено было, что это чрезвычайный налог. Но его каждый год продлевали. Целый ряд других налогов. Все это нужно было как-то узаконить. И для этого царь опирался на Земский собор. Земский собор созывался практически каждый год. Первые 6 или 7 лет существования династии Романовых, она работала фактически вместе с Земским собором. Конечно, большие доходы казне приносила Сибирь. Энергичное освоение Сибири начинается именно при Михаиле Романове. Почему? Потому что 30% доходов казны в 17 веке составляли операции с сибирской пушниной. Это была монополия. Она была объявлена, эта сибирская пушнина, монополией государства. То есть купцы, которые с ней работали, они обязаны были покупать своего рода лицензии на доходы от пушнины. Ну и, конечно, все равно денег не хватало. Поэтому иногда правительство первых Романовых шло на просто финансовые авантюры. Ну, например, известный эпизод, когда решили повысить цены на соль. Когда думали, что, ага, ну без соли никто не проживет, все будут платить. Но в результате получили соляной бунт 1648 года, который чуть не снес всю, так сказать, правящую верхушку. Другой пример такого же рода. Какой-то, так сказать, умник-боярин, умник в кавычках, посоветовал царю Алексею Михайловичу сделать медные деньги. Раньше деньги были серебряные, а ему сказали, сделай медные, выгодно. Пусть они идут по тому же курсу, что и серебряные, медные. Но, конечно, началась страшная инфляция. Конечно, все это закончилось восстанием 662 года, и эти медные деньги были отменены, вернулись к серебряным. Но это вот показывает, насколько правительство искало везде, где только можно, иногда с риском для собственного благополучия, искало решение финансовой проблемы. Постепенно государство приходит в себя, и начинается решение тяжелейшего вопроса – возвращение утраченных территорий. В 1648 году на Украине начинается восстание Богдана Хмельницкого. Борьба против власти Речи Посполитой для России, конечно, представляла хороший шанс использовать эту борьбу в своих интересах. И вот в 1653 году, когда движение Хмельницкого начинает уже захлебываться, Хмельницкий обращается к России с просьбой принять Украину под власть московского царя. И вот в Земский собор 1653 года, последний вообще в русской истории Земский собор, он как раз обсуждал этот вопрос. Принято было решение принять Украину под власть московского царя. На Украину послано было посольство во главе с боярином Бутерлиным, и в январе 654 года Переславская рада, то есть съезд украинской знати, украинской аристократии, присягнул на верность Москве. 1654 год, то, что называется воссоединение Украины с Россией. Не присоединение, а воссоединение, то есть возвращение в цельности, которое уже существовало. Ну и дальше, разумеется, все это понимали, будет война с Польшей. Она началась. Тяжелая, долгая война, которая шла с 1654 по 1667 год, завершилась так называемым Андрусовским миром, завершилась для России, в общем, успешно. Не так, может быть, как хотелось бы, но все равно мы вернули себе Смоленск, получили левобережную Украину по течению Днепра по левому берегу и на три года город Киев. Потом мы обещали вернуть, но, конечно, не вернули, и Киев так остался за Россией. Но в целом, конечно, Россия идет вперед, и развитие государства, развитие общественных отношений здесь во многом переплеталось с историей церкви. Одну из главных проблем представляла проблема Роскова. Идея реформы церковной принадлежала патриарху Никону. Царь Алексей Михайлович эту идею поддержал. Никон стал проводить эту реформу, то есть приводился к единообразию текст служебника, главного церковного документа. Некоторые обряды, знаменитые двоеперстия сменялось на троеперстия. Слово «Иисус», значит, старообрядцы писали «Иисус» с одним «И», Никон требовал, чтобы писать с двумя «И». Нам сейчас это может показаться просто мелочностью какой-то, но для них это был вопрос принципа, потому что за каждой буквой текста священного стояла для них реальность. Выступил священник по имени Аввакум, который стал знаменитым лидером старообрядцев. И вот, по сути дела, после долгих-долгих лет борьбы, все равно получилась ситуация такая, что в нашей церкви существует и движение старообрядцев, и движение Никоньян. Русская церковь раскололась, это неизбежно, этот раскол сохраняется до наших дней, хотя не носит, разумеется, такого трагического характера, но, тем не менее, для русской православной церкви это было тяжелым ударом. Вот еще один из результатов 17-го столетия. Параллельно с ростом налогов и решением финансовых проблем шел еще один процесс, который пронизывает всю историю России до несколько веков. Это процесс закрепощения крестьянства. В конце 16-го столетия устанавливается пятилетний срок сыскобеглых крестьян. В 17-м столетии этот срок сыска увеличивается. Сначала при царе Василии Шуйском устанавливается 10 лет срок сыска беглых крестьян. Потом уже при Михаиле Романове 15 лет. И, наконец, соборное уложение царя Алексея Михайловича устанавливает бессрочный сыск беглых крестьян. То есть, сколько бы времени они ни находились в бегах, они вне закона. И если они будут где-то задержаны, пойманы, то их надлежит наказать и отправить к прежнему хозяину. Это был серьезный шаг в дальнейшем развитии крепостничества. Разумеется, это, наряду с ростом налогов, вызывало недовольство у народных масс. И поэтому 17-й век в свое время патриарх Никон назвал бунтажным веком. Действительно, в 17-м веке было целый ряд народных движений, которые связаны были и с крепостным правом, и с ростом налогов, и с разными конкретными политическими ситуациями. Ну, например, мы говорили о том, что был соляной бунт. Кроме того, знаменитое восстание Степана Разина, 1670-1771 годы. Возглавляли его, конечно, казаки, но массой основной движения были крестьяне. Крестьяне, которые чувствовали, что их положение действительно становится хуже, и что они должны так или иначе как-то отстаивать свои права. Ну, а в целом, конечно, 17-й век сумел вывести Россию из того полуразрушенного состояния, в котором она была после смуты. Россия поднялась, Россия почувствовала свою силу. Россия провела войну, между прочим, с Турцией, так называемые Чигиринские походы. И вот это все уже показывает, как постепенно, как из-под воль идет формирование каких-то новых идей, накопление новых сил. Это все со временем даст возможность России совершить мощный рывок в правлении Петра Великого. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова